Житель Самары Елена Гуляева живет музыкой. Она преподает фольклор в музыкальной школе и руководит народным ансамблем в ДК. Рассказывает, уже 20 лет песни, написанные ей в студенческие годы, исполняют народные коллективы по всей стране. В этом году ученики и почитатели таланта Елены предложили ей принять участие в акции «Народное признание». В номинации «Признание и уважение» Елена Гуляева вышла на областной этап конкурса. Для меня это очень почетно. Даже не важно, смогу я победить уже, скажем так, в финальном этапе или нет. Но одно то, что уже оказаться среди таких почетных жителей нашей Самарской области, это уже большая честь для меня. Это очень достойно. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех жителей нашего Куйбышевского района за то, что предоставили мне такую возможность, поддержали меня. По словам организаторов муниципального этапа акции «Народное признание» в Куйбышевском районе Самары, в голосовании принял участие каждый пятый житель района. Таким и должно быть народное признание. Все идет исключительно от инициативы людей. Это инициативные группы какие-то выходят, организации, которые предлагают действительно заслуженных людей. То есть есть первоначальный фильтр, скажем так, в том сообществе, откуда человек выходит. Там определяют достойный или недостойный человек, а дальше уже всеобщее голосование, как я сказал, уже 16 тысяч у нас в районе проголосовали. Поэтому те люди, которые стали победителями, они стали победителями абсолютно заслуженно. Действительно, воля народа. Сейчас идет голосование на областном этапе акции «Народное признание». Жители региона могут отдать свой голос за достойного, по их мнению, кандидата. Всего в акции 6 номинаций. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Голосование продлится до 30 ноября. Народное признание – это когда слова благодарности говорит не руководитель, а оценивает народ, жители. Ведь голосуют все от мала до велика. Это еще одна награда в копилку достижений каждого человека. Потому что можно прийти домой, можно эту грамоту потом показать своим детям, чтобы дети гордились. Ведь хочется быть примером в своей семье. Итоги областной акции «Народное признание» подведут в январе. Тогда же пройдет награждение победителей. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События.